Апостола Павла Апостола Павла Апостола Павла Апостола Павла Работа дана нам для того, чтобы, с одной стороны, во-первых, трудиться, исполнять закон Божий, Господь говорил, собственно, об этом, что нужно трудиться и возделывать землю, с другой стороны, все-таки мы тот хлеб, который насущно приобретаем, он должен быть именно насущным, необходимым, а все, что сверх этого, мы, собственно, должны, ну, это было бы хорошо, раздавать бедным, как говорил об этом свидетель Василий Великий. Но вы спрашиваете, какие главные правила же быть на работе? Главное на работе это работать, не сплетничать, не осуждать, не обижать, а то у нас, знаете, как сегодня на работу пришел, там кофеек попил, обсудил коллег, обсудил начальство, там политические какие-то события, экономические, спорт, а работать как? Так что сказано, Божие Богу, а Кесарева Кесарю. Соответственно, если вы получаете заработную плату, то она должна быть честной. И если вы понимаете, что где-то 30% своего времени на работе вы проводите в безделье, тогда 30% своей заработной платы пожертвуйте бедным. Вы же так не делаете. Тогда и не нужно на работе филонить. Это главное правило. Ну и последнее. Работа от слова раб. Вообще, конечно, Господь так не хотел. И хорошо человеку, когда он сам обладает землей. И поэтому многие сегодня виды деятельности, которые считаются, ну как бы, может быть, не статусными, такими неважными, на самом деле они гораздо более полезны для души, чем даже работа в каком-то таком светском учреждении, высоком, где даже большая заработная плата. Когда ты работаешь в поле, то ты сам себе хозяин. Твое поле, а ты его начальник, директор. А другое дело, когда ты имеешь заработную плату, но на тобой сверху стоит какой-то дядя, а может быть, даже и тетя, да, и ты от этого, собственно, страдаешь, исполняешь их приказы, то есть в полном смысле слова являешься их рабом. Сами понимаете, что в данном случае в поле работать для души будет полезнее. Помоги всем, Господь, чтобы вы на работе не бездельничали, а по-настоящему трудились.